Боб Лазар, человек, некогда работавший в зоне 51, единственный, кто рассказал, что имел дело там с уцелевшими, неопознанными летающими объектами внеземного происхождения, которые пережили крушение и были изъяты армией США. Он утверждал, что во время своей работы для того, чтобы попасть на рабочее место, каждый день ему приходилось проходить через весьма необычный биометрический сканер руки. Так как кисть у каждого человека и костяшек индивидуально, и поделать ее невозможно, этот сканер считывал ее биометрические данные и подтверждал тот факт, что конкретный человек, специалист, работал в конкретном корпусе в зоне 51 и имеет доступ к конкретным секретным материалам и объектам. В доказательство своих слов он не предоставил никаких подтверждающих данных. Спустя много лет оказалось, что подобный уникальный сканер действительно существует, и его как раз использует армия США в качестве подтверждения личности того, кто намеревается попасть на секретные объекты, куда доступ простым смертным запрещен. Вот этот сканер. Боб Лазар личность весьма противоречивая, и многие не верили его словам и тому факту, что он когда-либо работал в зоне 51, изучая там потерпевшие крушения инопланетные неопознанные летающие объекты. Однако сейчас, спустя годы, его словам появилось все больше доказательств и тому факту, что он говорил правду. И суть даже не в том, что его слова-сканеры руки получили подтверждение, а в том, что задолго до того, как химический элемент 115 был обнаружен и реально синтезирован в 2015 году и получил название «Московий», Боб Лазар рассказывал о нем, описав полностью и утверждая, что именно этот химический элемент аппараты НЛО используют в качестве горючего, и также то, что этот элемент способен создавать энергии больше, чем атомная бомба. И вот теперь, в наше время, все со словами Боба Лазара становится очень интересным. Сегодня мы поговорим не о нем, нас интересует, что он сказал, что, быть может, другие не заметили. Он сказал это давно, но только сейчас, в контексте того, что я вам рассказываю, здесь, на канале Нулевой Пациент, это становится очень важным и практически ошелавляющим. Когда он говорил это, было видно, что среди всего, что он открывал миру, это ему рассказывать не хочется больше всего. Как он сам утверждал, что ему дали ознакомиться с большим сверхсекретным документом. Он использовал термин «extremely», по-простому экстремально секретным документом, где контекст НЛО связан с религией. И что суть всего слишком невероятная и запредельная. Представляете себе, что некие инопланетные существа рассматривают человека, как некий контейнер. Контейнер, для чего он не сказал, так как в документе этого не сказано. Просто контейнер. Вот его прямая речь. Единственная хардкорная вещь заключается в том, что есть чрезвычайно секретный документ, касающийся религии. Он об этом. Точка. Но почему должны быть какие-либо секретные документы, касающиеся религии? Я хочу вернуться к теме религии, я хочу, чтобы вы об этом рассказали. Ой, да ладно, это так странно, что это... Я не прошу вас говорить то, что вы считаете фактом. Я прошу вас рассказать о том, что вы прочитали в отчете, на что это распространяется, на, возможно, самом секретном объекте в мире. Окей. Ладно, эм... Ладно, я скажу это. Просто это так запредельно. Ваше возражение будет учтено. Хорошо. Что там говорится, что мы контейнеры? Вот как, предположительно, инопланетяне смотрят на нас, что мы не что иное, как контейнеры. То есть мы с вами контейнеры? Ничего себе. И Боб Лазаро, а также те, кто составлял этот документ, не знают, для чего эти контейнеры. Но мы-то с вами это знаем. Не так ли? И этому есть масса доказательств. Конечно же, спустя много лет после каминг-аута Лазаро, Те, кто занимаются этим вопросом, на кого он работал, все уже давно все знают. Что к чему? Что мы за контейнеры? Что происходит с нами? Вокруг нас и для чего нас создали? Приветствую вас, мои маленькие любители истины. Вы на канале Нулевой Пациент. Сегодня мы узнаем и увидим доказательства Великой Тайны того, для чего создавался человек. Что мы за контейнеры такие? Что от нас хотят те, кто нас создавал? И насколько наша участь на самом деле ужасна? Ты не тот, кто ты думаешь, человек. Хочешь знать правду, кто ты? Подписывайтесь. Поставьте лайк, пожалуйста. Мы начинаем. В последнее время все больше и все чаще официальные лица в прошлом, среди которых есть и те, кто имел доступ и работал с информацией под грифом «секретно», публично говорят о феномене НЛО – неопознанных летающих объектов, открывая людям шокирующую информацию о том, что стоит за этим необыкновенным феноменом. Большое количество ученых, физиков и астрофизиков, изучающих Вселенную и вопросы возникновения в ней жизни, говорящих, что разумной жизни вне Земли не существует и что межпланетные полеты невозможны, оказались в крайне неловком положении, причем их положение усугубляется. И уже они в контексте раскрытых данных выглядят чудаками, нежели конспирологи и уфологи. Если осуществование неопознанных летающих объектов и даже плавающих объектов, заявляет Пентагон, утверждая, что у человечества нет таких технологий, что они не знают и не понимают, что это и откуда, это значит многое. Правительственные и милитаристские органы и те, что занимаются национальной безопасностью, даже предоставляют видео доказательства существования НЛО. Проводится слушание в Конгрессе, к которым привлекается все больше внимания со стороны не одиноких чудаков в интернете, а официальных СМИ, политиков и чиновников, а также правительственных организаций. Кажется, вот-вот завеса тайной секретности с этого вопроса спадет, и мы узнаем все то, что от нас скрывали. Совсем недавно один из американских конгрессменов потребовал профильные правительственные организации, занимающиеся этим вопросом, Министерство обороны и спецслужбы раскрыть для всеобщего внимания все без исключения видеодоказательства и съемки сделанной имя, на которых изображены те самые неопознанные летающие объекты, чьи технические и физические характеристики во много раз превышают те, на что способны сейчас самые продвинутые земные технологии. На эту просьбу конгрессмен получил отказ с формулировкой, что даже эти просто видео и съемки, то, что на них запечатлено, может угрожать национальной безопасности. Удивительно, что такого может быть в этих видео, что может простых людей так поразить, что это будет составлять опасность для них самих и государств. Однако, наперекор закону и даже при опасности оказаться под судебным следствием, некоторые военные анонимно сливают съемки в весьма хорошем качестве тем, кому доверяют из числа журналистов и документалистов, делающих репортажи и фильмы, посвященные этому вопросу. Вот одно из таких видео, сделанное на Ближнем Востоке, предоставленное анонимно журналисту-документалисту Джереми Корбеллу. Оно сделано военными. На нем мы видим очень странный объект, заметный лишь в тепловом спектре, и мы видим, как температура объекта постоянно меняется, поэтому объект как бы мигает, переливается температурой. Объект выглядит очень странно и напоминает медузу. В любом случае, несмотря на его внешний вид, это нечто весьма уверенно чувствует себя в воздухе, в нашей атмосфере. Судя по всему, совершенно не переживая, что его могут заметить. Эта съемка вызывает много вопросов, однако самое интересное в ней это то, что после того, как Джереми Корбелл ее обнародовал, Пентагон потребовал провести проверку, высказав возмущение относительно того, что секретное видео каким-то образом попало к журналисту. А это совсем недавние фото, им всего пару недель. На них мы видим нечто, съемки, чего были сделаны якобы в Афганистане и тоже военными. Якобы эти фото, как и предыдущие видео, были предоставлены Джереми Корбеллу, но он сразу же опроверг эту информацию. Он не сказал, что это поделка, он сказал, что ему это видео не предоставляли. Судя по одному из фото, данный снимок был сделан с видеозаписи. Посмотрим, быть может, в скором времени мы увидим полноценную запись и специалисты смогут сказать, правда это или фейк, сделанный нейросетью. Вся эта волна разоблачения, секретности, НЛО и попытка некоторых личностей, связанных с секретной информацией, рассказать об этом людям, началась и продолжается по сей день, набирая обороты благодаря статье, вышедшей в Нью-Йорк Таймс несколько лет назад, очень обширно рассказывающей вам с нами о том, что правительство США действительно знает об этом феномене, не может его объяснить, скрывает и изучает. Далее после статьи появились сами различные личности, работавшие на армию США и спецслужбы, желающие рассказать нам еще больше о том, что нам было неведомо. Один из них Луис Элизондо, бывший военный и спецслужбист, работавший над изучением НЛО под руководством армии и правительства США. Конечно же, в какой-то момент, как это часто бывает, и было в частности и с Бобом Лазаром, официальные лица сделали заявление, сказав, что они вообще не понимают, кто это такое. Однако есть люди, работавшие на правительство в смежных сферах, утверждавшие, что их высокопоставленное начальство фактически подчинялось и отчитывалось в вопросе об НЛО именно Луису Элизондо. Луис Элизондо, как и многие другие нынешние разоблачители, работавшие на военных и правительство США, весьма аккуратно рассказывает о том, что феномен НЛО и сами объекты существуют. Никто толком не может понять, что это такое. Все понимают, что это, скорее всего, не с этой планеты, но не говорят об этом слух, и что этим вопросом занимаются и скрывают его на самом высоком уровне. Как и Боблазар, он почему-то очень неохотно рассказывает в своих разоблачительных интервью о том, что во всей этой теме есть некая часть, которая пугает его сильнее всего. Это некая религиозная часть, духовно-мистическая. Но как? Как, спрошу я вас, может быть связана инопланетная, техническая и религиозно-духовная? Конечно же, постоянные зрители моего канала знают, как. Однако, то, что говорит Луис Лизондо, удивительно, и становится прекрасным доказательством того, что становится известно изо дня в день все сильнее, что открываю вам я на этом канале, что есть истина и чему нет и не будет альтернатив, как бы мы с вами к этому не относились бы. Вот его прямая речь. Я очень хорошо помню разговор. Это человек, которого я очень уважал, очень-очень высокопоставленный человек. Он сказал мне, он сказал, Лу, я хочу, чтобы ты прекратил это делать. Я сказал, хорошо, сэр, я, конечно же, могу, но могу спросить, почему? И он говорит, но мы уже знаем, что это такое. В тот момент я честно подумал, что, может быть, это была наша собственная технология и я столкнулся с какой-то супер-убер-секретной программой. И вы знаете, они говорят мне остановиться и я сказал, хорошо, сэр, понятно, теперь, что это наше. И он сказал, нет, это не то, что я говорю. И он сказал, он спросил меня, ты не читал Библию в последнее время? И я не был уверен, к чему он клонит. Я сказал, ну, сэр, я думаю, я знаю, что там говорится, к чему вы клоните. И он сказал, ну, тогда ты бы знал, что это нечто демоническое и мы не должны их преследовать. Итак, друзья мои, человек, некогда секретно работавший на правительство США, чью аутентичность подтверждают другие люди, работавшие в этой сфере, сообщает, что в разговоре с еще более высокопоставленным человеком в данном вопросе он получил ответ, кто это такие, что это за объекты, кто ими управляет. Ответ был таков, ты давно читал Библию? Правда же интересно, почему и как два человека, их свидетельства, разделенные десятками лет, будучи незнакомыми друг с другом, но оба работавшие на правительство и армию, вдруг говорят, что самый секретный момент в этом вопросе, самый жутко запредельный, религиозный и духовный. Ну, конечно же, это так, и это понятно, ведь мы были созданы как контейнеры, а контейнеры должны что-то собирать для тех, кто нас создал, для фермеров. Послушайте, что говорит Луис Элизондо по этому поводу. Представьте себе, что всему, что вас учили, будь то в воскресной школе в рамках обычного школьного образования или в том, что нам говорили наши политические лидеры и даже, может быть, наши матери и отцы за обеденным столом или, может быть, перед сном рассказали нам, кто мы, наше происхождение и наше прошлое. Что, если все это окажется не совсем точным? Фактически, сама история нашего вида, смысл, что значит быть человеком и наше место в этой вселенной? Что, если все это сейчас под вопросом? Что, если окажется, что многое из того, что мы считали односторонним, таковым не является? Готовы ли мы задать себе этот честный вопрос? Готовы ли мы признать, что потенциально мы не находимся на вершине пищевой цепи, что мы не альфа-хищники, что мы, возможно, находимся где-то посередине? То есть, человек не верхушка пищевой цепи до земли? Как это так? Многие верующие и религиозные люди, атеисты и вообще очень любящие себя люди возмутятся и скажут, не может этого быть. Но истине наплевать, что кто думает о реальном положении дел. Это ведь так естественно. Ферму создавали не мы. Скотт на ферме появился не сам, а был создан для конкретной цели. Так, с какого же дива мы будем верхушкой пищевой цепи? Ею будут те, кто создал ферму и скот, а именно контейнеры. Ведь это очень логично и очевидно. Корова что-то есть на ферме и думает, что она верхушка пищевой цепи. Но лишь фермер знает, что это не так. Так же дела обстоят и с нами. И тому находится все больше доказательств. Не люблю этого типа, однако, он, конечно же, будучи республиканцем, имеющим дружбу в прошлом и сейчас с президентом Соединенных Штатов Америки Трампом, а также с высокопоставленными чиновниками республиканцами, тоже интересовался этим вопросом. Не у Боба Лазара и не у Луиса Элизонда. И получил ли он ответы на свои вопросы? Кое-какие получил. Какие же? Давайте послушаем. Второе, что меня беспокоит, это история об НЛО. И знаете, чем больше вы вникаете в это и разговариваете с людьми, которые действительно знают об этом? Вы знаете, что нет никаких доказательств, что они правы. Но если вы поговорите с людьми, которые действительно знают об этом, есть части этой истории, которые я вообще не понимаю. Они действительно очень-очень темные. Настолько темные, что я, вы знаете, не рассказал об этом даже своей жене. Я имею в виду, что я ничего из этого не проверял. Но это не просто то, что я прочитал в интернете. Я знаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Но там есть некоторые вещи, которые я даже не уверен, что это значит. Там есть духовный компонент, который я не до конца понимаю. Так что да, эта история беспокоит меня. И я думаю, последнее, что я скажу, это одна из причин, по которой у нас были все эти раскрытия и все эти осведомители на данный момент это не стало частью повестки первых страниц газет. Вы знаете, часть правительства не хочет, чтобы вы знали об этом. Но часть этого, это то, что общественность не сможет с этим справиться. Это слишком за гранью. И вот опять уже третий по счету человек рассказывает нам, что в вопросе неопознанных летающих объектов, в вопросе того, что это может быть связано с чем-то неземным, есть часть, и в ней таится ответ на вопрос. И эта часть вне нашей способности понять это. Она связана с духовным, мистическим, религиозным аспектом. Они каким-то образом связаны. Удивительно, что когда столько умных людей, связанных с властями, весьма серьезные люди, у которых есть или же был доступ к секретной информации, рассказывают, что это все имеет связь с религией, и что мы контейнеры, и фактически питание, есть тех, кто в это не верят. Конечно же, перед жатвой скота все станет известно и понятно, и мир религиозного и прочего невежественного дурачья рухнет. Все станет понятным, но будет уже слишком поздно. Самое интересное в рассказах всех этих людей, это то, насколько заметно, что они не хотят рассказывать больше правды, которая, по всей видимости, им известна. Они слышали от кого-то, кто знает о ней, или читали об этом. Они не хотят ее рассказывать, так как это очень секретно, и может им навредить, или же потому, что боятся выглядеть слишком безумными. Люди подумают, что это слишком страшно и фантастично, и отвернутся от них. Удивительно, если бы они рассказали бы нам все-таки до конца то, что знают, что там дальше в этом религиозном аспекте феномена НЛО, который за пределами человеческого понимания, и который должен нас напугать. Что там? Там информация такая же, как в авриамических религиях, что мы коровы, как это говорится в Коране. Ну, корова ведь не верхушка пищевой цепи, не так ли? Или там такая же информация, как в Библии, где Бог, коров, то есть, простите, землян, говорит прямым текстом книга пророка из Экиля. Вы овцы мои, овцы моих пастбищ, я ваш Бог. Овцы, коровы, короче, скот на ферме, питание, ну или тот, кто добывает питание, как корова, у которой вымя, это контейнер для сбора молока. Буддизм, не в зависимости от моего отношения к нему, если не считать гностицизма, ушел дальше остальных в понимание истины, хотя и не слишком далеко. Это, безусловно, религиозное и мистическое учение, пытающееся разобраться, что к чему. И вот у них вдруг человек, в том числе, назван контейнером. Конечно же, хозяевам фермы, присматривающим спокойно за самой фермой и скотом, не ставя его в известность, в суть существования скота все не кажется мистическим, страшным, религиозным и духовным. Для них это рутинная работа, которую нужно стабильно и постоянно выполнять, дабы выкачивать из контейнера важнейший элемент. Питание для производства и накопления которого скот и был создан. Корове кажется страшным конец ее участи на скотобойне, однако до этого ее жизнь вполне сносна и комфортна. В конце своей жизни отдав все молоко коровы идет на мясо, говоря, ну вот, мой конец жизни и пришел. Так говорим и мы, когда высушенный, словно сухая тряпка, покрывшаяся морщинами, покидаем этот мир. Нам кажется это естественным положением дел. Мы даже не понимаем, что становимся высушенными, так как контейнер становится пустым, не способным накапливать молоко или иными словами элемент, после чего происходит забой, кажущийся нам обыденной природной смертью. Безусловно, и налой и религиозный аспект связаны между собой. Конечно же, разгадка этого аспекта страшна, но лишь для нас, для контейнеров, конечно же, мы питание или скорее добываем его, и единственное, кого это будет пугать, только нас. Ведь те, кто нас создал, нас не любят, не думают о нас, не испытывают к нам жалости и никаких эмоций, думая, даже негативных. Скорее всего, мы не вызываем у них никаких эмоций, как и у нас не вызывают эмоции стейк или пакет молока, стоящий на прилавке. Тут скорее речь идет о благодарности фермеру за предоставленный товар, а также осознание того, что теперь я буду более сытый и скорее всего здоровый, благодаря тому, что поем. И это здорово для всех, кроме коровы. Но нашего мнения никто спрашивать не будет. Я думаю, мы можем тоже в таком случае не спрашивать мнение тех, кто нас доит. В том случае, если мы можем избежать дойки. Человек создан тем самым религиозным аспектом НЛО, таким образом, что он не может ее избежать. Он может только ее замедлить или сделать так, что он сам решит, кто будет его доить, кто будет забирать из контейнера самое важное. Это вы сможете решить сами. Все религии мира нас учат прежде всего страху и любви по отношению к Богу. Вначале ты должен пожертвовать собой ради Бога, бояться его или любить. Потом ты можешь жертвовать даже своими родными ради Бога. И история Авраама и его сына, того самого Авраама, с которого и пошли авраамические религии, тому прямое доказательство. А вот отказаться от Бога, от любви к нему, от страха, от поклонения, от жертв, всем Богам ты не можешь отказаться. Так, что при этом потом не было для тебя последствий. Когда-то давно я пообещал сделать большое видео о самом феноменальном доказательстве, существующем в истории человечества, которое полностью дает ответ на вопрос, как и почему религиозный аспект соединяется с феноменом НЛО и внеземным аспектом, как хозяева ферма действует и почему в этом ни у кого, у кого голова способна хоть немного думать, не может быть никаких сомнений. Я обещал снять этот ролик, когда на канале будет 100 тысяч подписчиков. Мы совсем рядом к этому показателю и как только мы перешагнем эту черту, я сделаю об этом видео. Я убежден, что наш посев скота, наш посев контейнеров очень успешны. Настолько, что он будет функционировать до самого последнего момента, пока жизнедеятельность посева не будет обходиться дороже, чем процесс жатвы и посев новых семян и контейнеров. Нас будут использовать и выдаивать, доводя нашу собственную глупость до совершенного маразма, когда будет казаться, что существовать в таком мире эмоционально и физически будет просто невозможно. Изо дня в день это ощущение становится лишь сильнее. Далее, когда будет переедена черта, будет осуществлена жатва, где из живых практически пустых истерзанных существ будет сделана фактически выжимка через события, которые уничтожат наш очень некогда эффективный посев под ноль. Скорее всего, выживут лишь семена, которые наиболее эффективно смогли противостоять внешним жутчайшим обстоятельствам, которые знают об этом элементе, могут его копить и способны максимально эффективно передать это знание потомкам. Знаете своего рода морозостойкие сорта пшеницы? Коровы, способные копить и давать больше молока, чьи способности возникли эволюционно, некая устойчивая аномалия, не ломающаяся под воздействием окружающего ада и продолжающая развиваться. О да, эти особи станут новым посевом уже на новой ферме и начало их реальности будет совершенно сказочным и божественным. Этих людей ждет огромное счастье и массу подарков и благосклонного отношения от фермеров, но в любом случае для них мы всегда будем лишь контейнерами для добычи их еды. Разве что теперь поначалу для самых стойких это будет теперь что-то наподобие экофермы со свободным выгулом и хорошим заботливым отношением персонала. Но молоко надо все равно добывать и давать в нужном плановом количестве. Ферма должна приносить прибыль. Свойства элемента того самого который добывают контейнеры на нашей ферме удивительные. Стоит только самую малость сказать себе нет и тем кто забирает у нас элемент не тратить его и немного подкопить немного начать слушаться знающих людей и делать все правильно и тут же элемент добытый контейнером начинает работать на него. хочет того контейнер корова человек или нет. Настройки реальности словно такие будто они ни с чем не считаются кроме самого элемента и желаниями того кому он принадлежит мне в зависимости знает об этом носитель самого драгоценного богатства в мире или нет. я я например очень хотел похудеть ну очень и у меня ничего не получалось несколько лет представляете себе чтобы я не делал все было бесполезно я правда ну очень отчаялся плюс я принимал медикаменты которые влияют на метаболизм в негативном смысле этого слова и я думал вообще дело швах но я накопил достаточные элементы в отчаянии фактически провел небольшой ритуал не так давно кстати и что-то вдруг изменилось вот как было это еще совсем недавно вот как это выглядит сейчас я пребываю в огромном шоке относительно того что вот внезапно спустя столько лет бесполезных попыток получилось наконец-то несмотря ни на что безусловный элемент оздоровляет и дарит или скажем так продолжает молодость старость или смерть он конечно же не победит я правда так далеко не заходил в своих опытах но точно сможет продолжить и молодость и жизнь элемент можно использовать на очень многое это самый важный ресурс человеческой жизни настолько что мы с вами в принципе существуем в той форме в которой существуем и мегапроект под названием ферма планета земля был создан очень интересный вопрос как именно его используют фермеры я знаю как они его используют в метафизическом мире для власти силы и создания реальности он способен делать богом без преувеличения ваши боги боги лишь благодаря вам и вашему элементу если ослушаетесь получите ад так говорят мировые религиозные книги в материальном мире скорее всего как сказано братьями с сестрами в очовске реганекс или элемент удовлетворяет постоянно растущий спрос на время у него много названий реганекс рецел нектар оно бывает разного качества и с разными свойствами но это это самое чистое и ценное вещество найденное домом образок оно берется из людей ваша планета это ферма то есть возможно в гигантских количествах правильно использованный он удлиняет жизни и делает ее еще такой какой хочет носитель элемента потребитель а также дает знания способные в разы ускорить прогресс как это было с Теслой и Ньютоном да они были девственниками или около того так утверждают их биографы с мировым именем я не хочу быть девственником и вам не рекомендую но это выбор каждого я лишь хочу людей обучить схеме правде и истины который дает элемент как и невероятные возможности которые дает только он точка и этому уже сотни и сотни доказательств вырывается из человека лишь потому что в его силе совершить чудо и только в его не будет элемента не надейтесь достичь желаемого будет элемент будет все доказательств массу всем привет меня зовут Лаура и я хотела бы оставить свой отзыв о прохождении курса Петра Кожановского по накоплению элемента на курс я пришла в октябре 2023 года пришла на курс не ожидая абсолютно ничего потому что я не верю в чудеса но хочу сказать что все эти инструменты все эти советы и уроки которые дает Петр это действительно работает и моим запросом было улучшить финансовое положение нашей семьи и он мой мужчина нашел работу более высокооплачиваемую и прям рядом с домом что удивительно вот месяц назад мы купили себе новую машину Ниссан Кашкай 6 января 2025 года в понедельник начинается новый уже шестой по счету онлайн курс по накоплению элемента элемент 6.0 где люди обучаются не теории а практике конкретным результатам где 95% участников получают тот результат который хотят делая все по схеме и правильно с отзывами десятков людей вы сможете ознакомиться в группе в телеграме они феноменальны сейчас условия участия в курсе очень комфортны и так будет не всегда увы чтобы знать подробности курса условия участия чтобы принять в нем участие переходите по ссылке в описании под этим видео в группу в телеграм изучайте информацию и если все подошло пишите в комментариях курсы с вами сразу свяжутся это будет самым правильным решением вашей жизни курс можно проходить в свободном удобном вам формате если у вас большая занятость работают все это не новость знаю знаю все были скептиками в начале но потом были удивлены прекрасным результатом потому что только элемент дает результат хозяева фермы это знают если у кого-то нет возможности пройти курс а это сделать желательно те могут прочитать книги восхождение и заговор мои книжки где раскрывается тайна элемента и суть его использования книги стали бестселлерами собрали огромное количество позитивных отзывов чтобы заказать книги также переходите по ссылке в описании под видео в группу в телеграм и пишите книга в комментариях или курсы книга и с вами свяжутся до встречи на курсе и в группе в телеграм помни человек со мной или без меня ты должен оставить элемент себе это единственный способ сделать все так как хочешь именно ты и получить желаемое я хочу задать вам вопрос земляне контейнеры коровы люди братья и сестры скажите как вы думаете параметры фермы были введены хозяевами только на биологическом уровне и мы могли бы быть иными жить хорошо и в мире или из-за того что на нас влияют хозяева фермы и страх и ужас лучший способ качать элемент они все таки влияют на наш разум эмоции и мысли развитие цивилизации усугубляя их напишите в комментариях это наша вина то что происходит или их очень интересно знать ваши ответы ах да и хейтеры не утруждайтесь работает в комментариях модератор и то какое вы чмо я так и не узнаю извините всем чудесным добрым и умным людям спасибо что посмотрели это видео до конца я желаю вам любви и мира если вы посмотрели это видео вы есть настоящее сопротивление лжи и оковам хозяев фермы до встречи вскоре в новом еще более интересном видео пока пока